В окрестностях Нижневартовска заканчивается обустройство этнодеревни. После того, как эпидемиологическая ситуация позволит, в нее смогут приехать все желающие. Туристам покажут быт коренных малочисленных народов, находящихся настоящих в Северной Холене и даже резиденцию хантыйского Деда Мороза. Одним из первых в необычном месте побывал Святослав Балконский. Попасть на угодья – дело не из простых. Здесь аутентично все до последней мелочи. Даже ворота такие же, как в обычной хантыйской деревне. В этой печке, например, уже пекли хлеб. Говорят, получается вкусный, с корочкой. На этих нартах туристов прокатят настоящие северные олени, а область спустят летом на озеро. Нам хотелось сделать это так, чтобы была возможность, не выезжая куда-то далеко на стойбище, побывать буквально 7 километров от города Нижневартовска, и вы уже находитесь на стойбище. То есть показать именно культуру и быт коренных народов, вот именно такую, какая она есть на самом деле. Создать деревню пригласили оленевода Клима Кантерова из Сургутского района. Все это он смастерил собственными руками. Внутри дома практически ничего нет, за исключением Чувала. Но он самый настоящий. Даже в самую морозную зиму здесь очень тепло. Здесь осталось повесить полки, поставить мебель. Кстати, соседний дом немного отличается. Он показывает, как живут на стойбищах сейчас. Например, современные коренные жители севера уже не обогревают жилье Чувалом. Ему на смену пришла печка-буржуйка. Мы планируем на открытие нашей этно-деревни пригласить наших старейшин, которые приедут к нам и осветят нашу территорию, нашу деревню, чтобы она была благословенной. На этом сюрпризы не заканчиваются. К середине декабря, конечно, если позволит эпид ситуация, сюда можно будет приехать, чтобы увидеть хантыйского Деда Мороза. Откроется его резиденция. Костюм все-таки стилистический. Стилистический. Почему? Потому что у нас не было никогда ни Деда Мороза, ни Снегурочки. Так создатели деревни хотят заинтересовать культурой коренных народов Югры, детей и молодежь. Этнодеревня станет частью большого этнопарка, который включает детские площадки, экотропу, веревочный парк. Проект удалось реализовать благодаря программе инициативного бюджетирования. На воплощение в жизнь задуманного автономный округ выделил 20 миллионов рублей. Светослав Балконский, Эльдар Ибрагимов, Вести Югория, Нижневартовск.